Антона Дулова, компания «Аппетит», торговая сеть «Аппетит». И встречайте аплодисментами. С Антоном в прошлом году, в июне месяце, мы имели возможность... Сейчас коллеги меняют презентацию, а я вот, да, сделаю. С Антоном мы имели возможность прогуляться по его магазину вместе с участниками... Разворачиваюсь. Да, с участниками нашей экскурсии, которую мы организовывали именно в июне, и мы погуляли по вашему магазину замечательным образом, могли его посмотреть. Отдельно... А поднимите руку, кто уже со мной на экскурсии где-либо был. О, как у вас уже стало много-то, боже. Значит, в этот раз у нас в понедельник получилась замечательная экскурсия на нефтемагистраль. У нас получилось побывать на двух площадках. Так что будем, надеюсь, продолжать и на такие площадки приезжать. А в июне месяце я надеюсь, что вместе с нами получится побывать уже в июне вновь у вас на магазинах. Ну, а там еще что-то придумаем. У Антона своя история на тему понимания, как все-таки должна развиваться розница, в которой очень много внимания удалено готовой еде. У них очень интересный магазин, будете в Питере, обязательно загляните. А сейчас задачка была сделать пять лайфхаков на пищевое производство. Все-таки как можно и нужно использовать те единицы оборудования, которые есть, максимально эффективно. И вот такой взгляд со стороны владельца мы сейчас посмотрим. Передаю слово. Да, спасибо. Всем привет. Меня зовут Антон. Сегодня будет не очень свойственная для меня тема, потому что я... У нас в компании два собственника. Один занимается производством, я занимаюсь ритейлом. Поэтому материал я брал у коллеги, как бы, и он может быть не очень подробный. Но я рассчитываю, что для того масштаба производства, которое есть у нас, может быть, у кого-то примерно такой же, или он к нему подходит, либо что-то будет интересное, побои поделись идеями, как мы оптимизировали наше производство. Значит, как выглядит наша компания? Нам 6 лет, мы довольно долго создавали нашу модель. Мы ее не копировали ни с кого, мы ее, как бы, собирали из различного рода кусков. Очень долго работали над моделью и начали, в общем, плюс-минус ее серьезно масштабировать, наверное, в начале прошлого года, как бы. Вот, значит, и вот, собственно, на этом, в этом, этот год мы начали где-то с 27 точек, и план на этот год удвоится, то есть перейти где-то в точек 50-60, которые мы, скорее всего, сделаем, судя по тому, как мы этот процесс начали. В чем, наверное, специфика нашей компании, ну, вот цифры вы видите примерно, да, то есть мы в день делаем 22-23 тысячи единиц, то есть мы занимаемся только припаком, да, у нас нет никакой кулинарии, поэтому мы считаем производство в штуках, а не в килограммах, да, вот, такая у нас, как бы, трансформация. Ну, чтобы вы могли что-то с чем-то сравнить, как бы, насколько я знаю, вот мы из Питера, да, Яна Славка делает в Питере примерно 60 тысяч единиц, там, группу делает примерно столько же, объем потребления самоката примерно 50 тысяч единиц, как бы, в день, припак единиц в день, да, единиц готовой еды в день. Вот такой наш масштаб, мы делаем примерно 23, при этом у нас еще есть такой момент, что мы, у нас есть дистрибьюция, то есть часть мы еды мы продаем себе, часть еды мы продаем различным, пекарем, кофейнем, но продаем мы ровно то же самое, что делаем для себя. Мы не делаем ничего по контракту, мы делаем только то, что делаем для себя, то, что считаем нужным, и кому это нужно, тоже продаем. То есть мы ни под кого не подстраиваемся, мы считаем, что мы, грубо говоря, мы самые умные, как бы, да. Вот. Вот такие ценности у нас, да, мы работаем от продукта, мы чисто продуктовая компания, мы очень мало денег вложили в маркетинг, мы стараемся делать вкусно, мы стараемся делать доступно, то есть для нас, как бы, оптимизация на производстве, там, выбор делать, не делать, как бы, и так далее, как бы, да, очень, как бы, важен для нас. Продукт мы делаем весь в крафте, да, это дополнительная стоимость, но мы считаем так правильно, потому что это кусок нашей ценности с точки зрения подачи. Мы делаем домашнюю модную еду ресторанного качества по цене фастфуда. Вот такой, примерно, длинный теннис, который мы кусочками выдаем, как бы, ну, на потребителя, как бы. Вот так это примерно выглядит, как бы, с пояса ассортимента, то есть мы делаем около 70 с каю. Ну, и, значит, тут получилось так, что там доля выручки в процентах, а тут, как бы, количество из каюков. Доля выручки, количество из каюков. Вот, соответственно, видно, да, что основой является готовое горячее блюдо с точки зрения выручки. Ну, и надо понимать, что наши локации, как бы, это и центр, и спальники. В последнее время мы даже больше открываем спальники локации, потому что с точки зрения Питера конкуренции меньше и попроще, как бы, чем там в центре, в центре за большой арендой с этим, с конкуренцией с пекарнями разбираться, как бы. Значит, касаемо лайфхаков, как бы. Когда давно мы задумали, что нам нужно, мы делаем сырники простым способом, мы их запекаем, как бы, через формочки, да, это очень просто, но понятно, что это не классический продукт, как бы, и, может быть, он не идеально вкусный. В какой-то момент мы задумались, что надо бы сделать это по-человечески и купили вот такой аппарат, как бы, вот с таким названием, но вот за такую стоимость, как бы. Но в процессе поняли, что слишком сложно, для нас слишком дорого становится делать сырники, и стали об этом думать, как бы, а потом пришли проблемы с кадрами в сентябре, мы уволили, там, половину фасовщиков, и когда руководство попасовало пюре, как бы, 2-3 дня, им это быстро надоело, и в какой-то момент, как бы, родилось, а мы очень много делаем блюз пюре, то есть у нас пюре довольно густое, поэтому, то есть его довольно, ну, как бы, запарно распадывалось, как бы, и вообще в какой-то момент была придумана вот такая штука, то есть вот этот аппарат стал использоваться не по назначению, и выдавать такие вот плюшки, как бы, и это, ну, сэкономило очень много людей, ну, примерно это вот так выглядит, как бы, да. Ну, и на наш вкус, как бы, это выглядит клево, технологично, ну, и самое важное, мы можем уверенствовать о том, что мы в продажах ничего не потеряли, как бы, да, это просто важный момент очень, да, позже я его еще коснусь, как бы, вот, поэтому, если вдруг вам это актуально, просто у нас пюре очень много, у нас там, наверное, четыре тысячи блюд в день с пюре, ну, в общем, можно немножко, можно сэкономить, и, как я понял, как бы, производство, вот эта штука настраивается, как бы, как два пальца. Значит, второй лайфхак. Вот мой коллега гулял, как бы, с технологом по, ну, по выставке, и они, значит, зацепились с разговором с ребятами, которые таскают различные роды бельгийские дорогие штучки, и их зацепила история, которые недолго обдумывали о том, что вот этот аппарат, как бы, да, он сделан для того, чтобы делать мелкодисперсную, мелкодисперсную, как это, подачу, да, и, ну, мы делаем кондитерки очень мало, у нас буквально 3%, а идея была в том, что в разговоре сложилось представление, что можно попробовать, как бы, с помощью этого аппарата отсаживать котлеток, и вот, собственно, мы делаем их очень много, как бы, да, потому что домашние, домашние и модные, да, вот, и, в общем, они гоняли-гоняли эту историю, потом они приехали в Москву с большим количеством образцов, как бы, и в итоге вот два технолога умудрились настроить этот аппарат, и теперь, как бы, он фасует котлеток, как бы, у нас, то есть он отцеживает котлеток, как бы, в общем, этот аппарат теперь отцеживает котлеток, как бы, у нас, и вот там написано, хотя изначально, вон, вообще, сделали другого, вот, стоит он 600 тысяч, как бы, много где мы его используем, там куча насадок и так далее, в общем, вещь, на наш вкус вещь интересная, подумайте об этом, там написана оптимизация, но она немножко некорректная, потому что она сделана еще с использованием лохака номер три, сейчас я вам покажу, как бы, вот, как-то гуляя по выставке, значит, пришла в голову идея, как бы, да, что, ну, как бы, идея пошла от того, что вот надо, как бы, котлеты каким-то образом, как бы, жарить, да, на большую линию у нас места нет, как бы, что-то дорого, что-то неэффективно, там, и так далее, и, в общем, пришла какая-то безумная идея в голову, что можно эту печь взять, как бы, а эта печь, насколько я понимаю, использует ДОДу у себя, и удобство ее в том, что она малоформатная, она подвижная, и она очень широка по температуре, как бы, да, по диамазону, как бы, вот, и, в общем, купили эту печь, как бы, проводитель сказал, что у вас ничего не получится, но мы на ней добиваются паракомпьютераматики, как бы, соответственно, на круг, как бы, да, на круг, грубо говоря, вот там экономия, экономия написана внизу, как бы, да, вот, у нас, когда это много, вот, в общем, если вы, ну, наверное, на масштабе там сильно больше, чем у нас, как бы, это решение актуально, но на масштабе меньше, чем у нас, как бы, и таком уже точно актуально. Так, что еще, как бы, да, ну, по поводу СУВИ, да, наверное, пошли вещи попроще. Мы, когда давно, в силу, как бы, хронической нехватки места, там, и так далее, мы перешли на очищенные овощи, думаю, что там так многие делали, как бы, я думаю, что понятен, примерно, смысл в этом, да, в том, что там ты не получаешь грязные овощи, не решаешь проблему, значит, отдельных помещений, как бы, там, хранения, растарки и так далее, вот, а потом произошла эволюция, и мы, грубо говоря, получаем этот пакет, обрабатываем на, обрабатываем его, ну, как и удобно, обрабатываем, да, с точки зрения чистоты, как бы, да, и загружаем его в паре, как бы, и варим его там, и делаем его там через СУВИ, как бы, да, пакет, как бы, не держит температуру, но большим количеством экспериментов нащупали температуру, при которой пакет, как бы, жив, а овощи, как бы, варятся. Овощи, и овощи получаются прямо в пакете, да, то есть вы можете себе представить цепочку, как бы, экономии действий, как бы, растарки, там, и так далее, и так далее в процессе, вот, ну, и понятно, что вообще овощи – это часть этой истории, вот, какое-то время назад, когда началась у нас на производстве эпопеи с СУВИДом, у нашего главного технолога была кличка «Рома пакет», потому что он все запихивал в пакет, как бы, вот, и, но это дало, в основном, большое количество плодов, потому что какие-то блюда мы делаем в СУВИДе, какой-то гуляш, там, например, да, дама там долго томится, как бы, да, но потом зато вкус, как бы, очень хороший, плюс, значит, мы добились, как бы, хорошей сроков годности по ряду полуфабрикатов, которые мы пакуем, да, которые мы не делаем каждый день, да, там, вот мне объясняли, что какую-то малышную кашу мы там можем легально хранить 10 дней, как бы, да, в вакуумном пакете и так далее. В общем, это такая штука, ну, всем известная, да, но, может быть, не всем до конца очевидная с позиции того, как ее можно использовать в разных направлениях. Ну, и последняя мысль, самая простая, как бы, мы очень долгое время собирались делать это по-киевски, все не решались, потому что мы очень не любим срезать углы из позиции качества, как бы, да, а продукт, ну, технически тяжелый, как бы, вот. Ну, и, в общем, когда мы стали делать, как бы, ее, это быстро, она стала быстро топом, и вот последний такой микро лайфхак, как бы, да, чтобы мы смогли из этого процесса убать фритюр, как бы. То есть, как я понял, за счет, как бы, изменения, микроизменения технологий и какого-то другого, как бы, посыпки, мы просто макаем ее, как бы, в масло и загоняем в парик. И еще раз важный момент, как бы, что, а у нас так было, как бы, да, в жизни, что спустя, как бы, полгода продажи растут, они падают. У нас были ситуации, когда мы, там, например, ну, простое блюдо, чикенгриль, да, курица на гриле, вот просто без ничего, да, обжарили, как бы, и дали ее, да, в общем, такое зожное блюдо. И вот, как бы, соответственно, мы убрали его в парик, и нам показалось, как бы, что оно по-прежнему такое же качественное, а потом через три месяца, как бы, продажи упали в два с половиной раза, потому что, на самом деле, оно было не такое же качественное, как бы, да, так вот здесь, как бы, не так. Ну, собственно говоря, и все, как бы, ну, сейчас, как бы, без телеграмма канала «Жизнь», как бы, не стоит на месте, да, поэтому подписывайтесь. Я иногда пишу обычное, по понедельнику пишу что-нибудь концептуальное, потом пара веселых вещей, а потом просто шутки на тему зожа, обычно, как бы, вот, поэтому если вы на зоже, то и веганы, как бы, да, там не очень толерантны, имейте, пожалуйста, это в виду, как бы, вот, чтобы потом просто без обид, как бы. Спасибо. Спасибо большое, аплодисменты. Знаете, элементы вроде как несерьезности, а действительно, почему бы нет? Кто там захочет попасть? Кстати, по поводу того.